МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужны автозапчасти? Приглашаем в Декон за покупками. Для вас огромный ассортимент, высокое качество, низкие цены. Декон Авто. Личный прием. Мэр Ярославля проверил качество ремонта двора на проезде Ушакова. Работы здесь ведутся по губернаторскому проекту. Решаем вместе. Владимир Слепцов также выслушал пожелания местных жителей. Дом Тверицкого обновлен в Ярославле. В одном из старейших зданий улицы Трефолева завершен капитальный ремонт. Интересно, что здание это начали строить еще при правлении Екатерины Великой. В топовой российской пятерке усадьба в Ярославской области вошла в список самых больших частных усадеб России. Площадь одного только дома. Полторы тысячи квадратных метров. Двойной праздник для Перекопа. В День апостолов Петра и Павла после масштабной реставрации освящена Нижняя Зимняя церковь одноименного храма. В Ярославле новые авиалинии. Так называется проект, главная цель которого развитие малой авиации. Одна из возможностей для рядовых жителей – попадание в состав экипажа. Это на себе испытала Алена Стецук. Ювелирная архитектоника в Ярославле открылась необычная выставка. Ее автор Елизавета Малафеевская впервые представила личную коллекцию украшений в музейном пространстве. Здравствуйте! Вы смотрите «Новости города» в студии Наталья Пиунова. Начинаем выпуск. Итак, мэр Ярославля сегодня проверил двор на проезде Ушакова. Территория охватывает семь домов. Здесь ведется благоустройство по губернаторской программе «Решаем вместе». Сейчас ремонтируют проезды и пешеходные дорожки. Сложность многоуровневости двора. Он расположен на склоне. Здесь уже появились площадки для детей и спорта. Вскоре обновят уличное освещение, ограждение, оборудуют контейнерную площадку. По ходу работы местных жителей возникают пожелания. Одним из них стала просьба о ремонте входных групп. У вас входные группы. Открасим, козырьки все отремонтируем на подъездах. И крыльца. Еще одно пожелание. Решенное с городскими властями на месте. Опиловка и вырубка старых деревьев. Ветки уже лезут в окна. Опасно нависают над балконами и пешеходными дорожками. Когда ураган начинается, эти же ветки деревьев все наклоняются. На машины практически падали. Ну, они старые. Они уже выжили себя. Темноту соблюдают. А в целом двор? Двор маленький, был неуютный. Надеемся, конечно, что все приведут в порядок. Выезды на объекты, попавшие в программу «Решаем вместе» проходят ежедневно. В Ярославле в этом году благоустроят территории возле 120 домов. А в Брагине сегодня тоже прошел контрольный рейд. На улицах Панина и Труфанова депутаты муниципалитета и областной думы осмотрели дворы, попавшие в губернаторскую программу благоустройства «Решаем вместе». Сергей Курицин с подробностями. Двор на Панина в прошлом году подвергся такой масштабной реконструкции, что местные жители даже сомневались, успеют ли все и качественно. Как выяснилось весной, причины для беспокойства были. Подрядчик старался, но все же ушел в зиму. Как только снег сошел, замечания полезли вместе с первым солнышком. Сделано много, спасибо. Вот ограждения сделаны, лавочки, дорожки асфальтированы. Все это здорово. Ну, конечно, есть и недоделки, деревья, большинство погибли. Есть лужи, видимо, асфальт не очень доброкачественно положен. Вопросы возникли и к газонам, и к тротуарам, и к столбам освещения. Жители говорят, что и детскую площадку в проекте они видели другого образца. Ребятишек во дворе во второй половине дня очень много. Полюбились многим и спортивные снаряды. Однако ощущение недоделок портит настроение всем без исключения. Все вот эти вот запросы и нарушения мы проинспектировали жителями и составили обращение в мэрию города Ярославля и в департамент городского, соответственно, хозяйства, которое непосредственно отвечает за данные объекты. И в рамках гарантийных обязательств, которые сохранились у подрядчика, мы сейчас будем добиваться для того, чтобы все эти недостатки были устранены в ближайшее время. Кое-что подрядчик уже устранил. В этот раз тянуть до декабря рабочим не позволят. Такой горький опыт обязательно учтется в одном из самых крупных дворов Ярославля, что на Труфаново. Дом номер 29, а также три его корпуса – второй, третий и четвертый. Здесь программа «Решаем вместе» стартовала в текущем году. Техника зашла на объект в конце мая. Вокруг многоэтажек будут обустроены шесть парковочных площадок вместимостью до 70 машин. Входные группы, тротуары, пешеходные дорожки. Впрочем, активные жители домов на Труфаново для своего большого двора хотят еще больше благоустройства. Жители хотят, к примеру, обустройство дополнительное ограждение газонного, хотят пешеходные дорожки дополнительно, хотят какие-то дополнительные малоархитектурные формы. Хотят понять, жителей можно, да, то есть каждый радеет за то, за свой двор, да, и чтобы он был одним из самых лучших. На сегодняшний день работы производятся в рамках выделенного финансирования согласно проекту. Подрядчик здесь идет в хорошем темпе. На все замечания и выявленные недочеты реагируют незамедлительно. Согласно проекту, двор-комплекс на Труфаново, 29, должен быть сдан к 31 июля. Сергей Курицын, Василий Мосин, Новости города. Памятник архитектуры, дом Тверицкого отремонтирован. Одно из старейших зданий улицы Трефолева – объект культурного наследия. Какие работы проведены в 14-м доме, расскажет Алена Стецук. 14-й дом на улице Трефолева начал строиться еще при правлении Екатерины II, а последний ремонт видел аж при Брежневе, так говорят жители. Почти полвека простояла старая кровля. Это, естественно, дольше нормативного срока. Перед минувшим ремонтом жителям пришлось терпеть множество неудобств, как сильный дождь, так и протечка. У меня пятна на потолке. У соседей тоже и запах, и сыростью пахло. И приходилось, постоянно приходилось что-то подмазывать, как-то, чтобы это прилично выглядело. Долгожданный ремонт начался в апреле, поскольку дом – объект культурного наследия, к работам особые требования. Тут все конструкции нетиповые. Приходится индивидуально подходить к каждому объекту. Но у нас есть проект, который нам помогает в этом. И авторский надзор. Все периоды и все этапы скрытых работ, этапы начального периода – это все контролируется инженером строительного контроля с выходом на объект. Подрядчик заявляет, срок службы такой крыши – 50 лет. Строительную гарантию дает на 5. Стоило обновление кровли – 1,6 млн. средства из фонда капитального ремонта. На сегодняшний момент мы одни из лидеров и в центральном регионе, и вообще в стране по количеству ремонтированных и по качеству ремонтированных памятников архитектуры. Недооценивать это мы не можем, и поэтому наша обязанность как депутатов – следить и контролировать, как прошел ремонт. В этом году в Ярославле отремонтируют 80 памятников архитектуры. Алена Стицук, Максим Сушанов, Новости города. В частном секторе Дзержинского района подсыпают дороги. Сегодня обновили покрытие на втором Тутаевском переулке. Асфальтовую крошку сюда привезли с соседней, Большой Норской, которая ремонтируется по программе «Безопасные качественные дороги». По такому принципу отсыпают частный сектор во всем Ярославле. Первыми рабочие приезжают к тем, кто подал заявку. «Подсыпали мы уже на сегодняшний день 18 марта в частном секторе Парижской коммуны. Здесь также в частном секторе Норского. У нас основной частный сектор в Норском – Иваньково и Пятовское. Будем по мере возможности охватить в этом году максимальное количество возможных улиц». Всего в Дзержинском районе 68 дорог частного сектора Туда на отсыпку уже отправлено 200 тонн асфальтовой крошки. Свалки в лесах. Об этой и других актуальных проблемах сегодня говорили в Ярославле на первом заседании экспертной группы, работающей над формированием концепции новой экологической политики области по направлению лес. За столом представители общественности, исполнительные власти, депутаты и сотрудники организаций, отвечающих за состояние лесных ресурсов. Несознательные граждане зачастую вывозят в леса мусор, причем машинами. Здесь без помощи волонтеров не обойтись. Люди нужны для патрулирования лесов и фотофиксации нарушений. А вот ситуация с лесовосстановлением и черными лесорубами в области улучшилась. Лесовосстановление в прошлом году соответствовало объемам вырубки. То есть это впервые в области достигнут такой показатель. Мы, я считаю, победили незаконные рубки. То есть у нас рубки по сравнению с 2016 годом в 2017 сократились в пять раз. В промышленных объемах у нас незаконные рубки не осуществляются сейчас. Говорили и об увеличении площади зеленых насаждений на местах неблагоустроенных территорий и реорганизуемых промзон. На сохранении редких видов животных и растений озвучивались и другие проблемы. Беспокоит тенденция сокращения благоустроенных зон прибрежных, как волки, так и ее притоков в городе Ярославле. Это и Которосль, и Уроча, и Дунайка. Соответственно, эти берега могли бы использоваться горожанами в качестве мест для отдыха. И есть излюбленные места, но они еще не ухожены, а захламлены. Все проблемы и предложения членов экспертной группы войдут в концепцию реализации новой экологической политики. А данная рабочая группа соберется еще не раз. В Ярославле появится еще одна собачья площадка во Фрунзенском районе. Сегодня ее монтировали на улице Кривого. Раньше эта часть территории в 500 квадратных метров в конце бульвара никак не использовалась. Все необходимые снаряды сейчас устанавливают, площадку угородят забором. Обещают завести песок и поставить диспенсеры. Все за внебюджетные средства. Это густонаселенный микрорайон, собаководов здесь много, так что площадка будет востребована. Раньше люди гуляли со своими питомцами во дворах или вдоль бульвара. Теперь эти места должны стать чище, особенно по весне. Одновременно мы сейчас сделаем еще одну собачью площадку на Красном Перекопе, говорится. У нас же двойной район, в районе Юзода, говорится. Одна действующая уже имеется в районе проспекта Фрунзе, где лента у нас стоит. Ну а дальше будем рассматривать этот вопрос по мере необходимости. Площадки для выгула собак сейчас обустраивают и в других районах Ярославля в целом по городу. В этом году их должно появиться около 30. Теперь о некоторых темах второй части выпуска. Войну и праздник для Перекопа в День апостолов Петра и Павла после масштабной реставрации освящена Нижняя Зимняя Церковь Одноименного Храма. В Ярославле новой авиалинии. Так называется проект, главная цель которого – развитие малой авиации. Одна из возможностей для рядовых жителей – попадание в состав экипажа. Но это на себе испытала Лена Ститов. Ювелирная архитектоника в Ярославле открылась необычная выставка. Ее автор Елизавета Малафеевская впервые представила личную коллекцию украшений в музейном пространстве. 13-й международный кинофестиваль семейных и детских фильмов в кругу семьи при поддержке госкорпорации Ростех приглашает на торжественную церемонию открытия 8 июля в 17.00 КЗЦ «Миллениум». Конкурсные кинопоказы пройдут с 9 по 12 июля в кинотеатре «Киномакс Аура». Под свободный категория 6+. Продолжаем выпуск новостей. Усадьба в Ярославской области вошла в топ самых больших частных усадеб России. Об этом сегодня сообщил специализированный портал недвижимости «ЦИАН». Его аналитики изучили предложения на рынке загородной недвижимости и составили рейтинг по максимальной площади домовладений, выставленных на продажу. В первой тройке Московская область, Москва и Тюменская область. Четвертое место у Тверской, а вот замыкает первую пятерку Ярославский регион. Частная усадьба находится в Некрасовском районе. Площадь дома – 1500 квадратных метров. А суммарная площадь всех построек – почти 3000 квадратов. Резиденция расположена на второй линии Волги на участке 47 соток. Правда, готовность дворца – 95%. Есть сокольный этаж с кинозалом, бильярдный и даже винным погребом. На первом этаже, кроме комнат, предусмотрены зимний сад, бассейн, сауна, турецкая баня, а на втором – летняя терраса и бассейн. Православный мир отмечает сегодня большой праздник – День апостолов Петра и Павла. Для жителей Красноперекопского он радостен вдвойне. После масштабной реставрации освящена Нижняя Зимняя Церковь Петропавловского храма. Марина Смарагдова побывала на празднике. Чин освящения совершил митрополит Ярославский Ростовский Пантелеймон. Более 20 лет после передачи храма Ярославской епархии здесь ведутся реставрационные работы. Постепенно, шаг за шагом, восстанавливается былое величие. А службы ведутся здесь с 1999 года. Надо сказать большое спасибо прихожанам, потому что они именно вдохнули вторую жизнь в этот храм. В советское время здесь был кинотеатр. Все в этом храме новое. Кроме стен поражают фрески. Они отреставрированы мастерами высшей категории. Средства были выделены из федерального бюджета по программе «Культура России». Это 33 миллиона рублей. Многие иконы, что сегодня радуют прихожан, были подарены к этому празднику. Во всем знаковому для района, да и для всего города. Именно в этот день по старому стилю 29 июня был подписан указ императора Петра I о строительстве в Ярославле и мануфактуры. Позже, как вечное упоминание о царе-преобразователе, был заложен и Петропавловский храм. Было это в 1736 году. В народе праздник называется «Петровки». Он венчает месячный Петровский пост. Оба ревнителя веры для православных христиан являются образцом для подражания. Церковь утвердила пост, чтобы в воздержании мы приблизились в духе к этим великим уродникам и столпам веры и учителям. В обоих апостолах мы видим великую ревность, усердие, жажду и неутонимость в своем труде. Петр Камень, о чем стоит православие. Ну, конечно, Господь, но они их правая рука Господа. Мэр Ярославля Владимир Слепцов поздравил главу Ярославской митрополии с большим праздником и освящением знакового для горожан храма. Настоятель отец Антоний получил серебряную медаль в ознаменовании трудов на благо церкви. Его помощник Константин Матвиенко удостоен бронзовой. Использовали не по назначению, то, конечно же, оказалось мерзость в запусении. Все разрушено. Фрески покоряваны, а сейчас сохраняют. Стараются вот ЮНЕСКО и другие организации культурные. Сегодня сам вид храма наглядно демонстрирует заботу прихожан о его благополучии. Но впереди еще немало дел. Марина Смарагда, Михаил Орлов, новости города. В Ярославле стартовал новый проект «Наши авиалинии». Главная цель – развитие малой авиации в регионе. Одна из возможностей проекта для простых ярославцев – попасть в состав экипажа. Летчиками и наблюдателями стали мои коллеги, корреспондент Алена Стецук и оператор Константин Дмитриев. Левцово, центр Ярославля. Вот маршрут обзорного полета. Попасть в экипаж можно после прохождения ряда инструкций. Опытные летчики наблюдателям на борту рассказывают все детали полета. Вид с такой высоты на Ярославле открывается потрясающий. Особенно впечатляют пролеты над стрелкой. А когда пилоты закладывают виражи, аж дух захватывает. Быть летчиком-наблюдателем может быть интересно не только тем, кто увлекается авиацией. Также это может быть полезно тем, кто страдает аэрофобией, как я. И я считаю, что за этот полет, который укладывается в 20 минут, я смогла преодолеть свои страхи. После приземления мини-экскурсия по ангару наших авиалиний. Здесь два самолета – Як, который превращается в Боинг, о нем расскажем в понедельник. И Ил-103. Из-за простоты управления летчики между собой его называют женской моделью. Это сбалансированность управления. То есть машина управляется одним пальцем. На этом самолете мы планируем начать учебный процесс. Самолет модернизирован силами наших авиалиний. Для преображения и ремонта созданы все условия. Есть и огромный арсенал запчастей. Если красивый салон, то месяц. Если капитальный ремонт всего самолета, то это уже, конечно, год. Проект ярославских летчиков реализуется полностью за счет собственных средств. Это яркий пример того, как личный энтузиазм помогает развитию малой авиации в регионе. Алена Стецу, Константин Дмитриев, Новости города. В Музее зарубежного искусства открылась новая выставка с интригующим названием «Ювелирная архитектоника». Елизавета Малафеевская, архитектор по образованию, впервые представила свою коллекцию украшений в музейном пространстве. Марина Смарагдова оценила пластические решения, реализованные в серебре. С неподдельным интересом первые зрители осматривают витрины. Преобладают те, кому и предназначены эти броши, кулоны, браслеты, серьги. Близкие друзья, которые были рядом во время рождения коллекции, оказались и первыми ценителями. Мне, во-первых, это очень нравится. Я по профессии архитектор. Мы с Лизой вместе учились. Мы хорошие друзья. Я восхищаюсь искренне ее работами. Это подарок моего мужа, фотографии которого вы как раз можете увидеть на выставке. Остаться незамеченным в таком колье действительно трудно. Необычный дизайн поддается расшифровке, если знать тему проекта. Манул – дикий кот. Здесь и имя автора, и программа. Сама Елизавета называет коллекцию «Моя маленькая большая архитектура». Я архитектор, но работала не совсем по профессии, скорее на контроле проектирования, на строительстве олимпийских объектов в Сочи и на строительстве атомной электростанции в Турции. Жажда творчества взяла свое, и я подумала, что я создам свою маленькую архитектуру, которая будет в миниатюре, но которая будет полностью раскрывать мою личность. Для Музея зарубежного искусства – экспонирование достижений современности, продолжение курса на знакомство с современными тенденциями, близкими европейской традиции. В этом году проект получил губернаторскую премию имени Алавинишниковых. Возраст вершины, желаем оставаться долго, как можно более долго. Люблю и горжусь. Одни из самых главных критиков и помощников Елизаветы – родители. Она выросла в семье художников. Меньше волнует эмоции, когда мы рассматриваем, больше волнует именно профессиональный подход, форма образования, стилистика. И это все проходит в обсуждении взаимно. Она мои работы, смотря ее. Три произведения Елизаветы включены в коллекцию Ярославского художественного музея. Марина Смарагдова, Константин Дмитриев, Новости города. О спорте далее. Приглашаем мам, пап и будущих родителей в семейный центр «Растем вместе». Акваэробика для беременных и мам с грудничками. 91-00. Ярославский локомотив обменял Антона Красоткина во Владивостокский адмирал. Об этом сегодня сообщил официальный твиттер железнодорожников. В рамках перехода локомотив получил денежную компенсацию. Отмечу, в минувшем хоккейном сезоне 21-летний голкипер защищал ворота Тольяттинской лады. А в течение своей карьеры в КХЛ Антон Красоткин также выступал за Ярославский локомотив. Ярославский шейник сегодня провел заключительный контрольный матч межсезонья. На поле базы в Белкино команда Александра Побегалова еще раз сыграла с Ивановским текстильщиком. И если накануне «Черно-синие» в битве резервных составов были сильнее 4-1, то сегодня до последней минуты на поле царило голевое затишье. В старте у шинника вышли Сергей Самодин, Евгений Стешин, Олег Кожемякин и Шхан Гелаян. Восстанавливаются после травм Валерий Схавребов и Павел Диабальт. Наставник шинника Александр Побегалов просил своих футболистов выложиться в спарринге по полной программе. Ведь уже 17 июля матчем против Курского авангарда ярославцы стартуют в новом первенстве в футбольной национальной лиге. Мы уже дважды играли с этой командой. И третий раз буквально в течение двух месяцев создает дополнительную интригу. И до сих пор горькие воспоминания о полуфинале еще у нас в груди. Скорее всего это и будет стартовый состав, так как есть травмированные. Насколько команда готова, покажет только Перинс. В этом межсезонье шинник подписал 15 новичков и команде потребуется несколько туров на становление и притирку. В целом проведенной селекцией, как и результатами почти 50-дневной подготовки к чемпионату, тренерский штаб доволен. Сегодня к команде официально присоединился еще один голкипер Евгений Гошев. На просмотре в Минском «Динамо» пока остается Сергей Крамаренко, а Дмитрий Чистяков не оставляет надежды закрепиться в Казанском рубине. Они еще могут вернуться в Ярославль, с которого шинник на первый тур чемпионата отправится в Курск с победой. Сегодняшний матч с текстильщиком «Черно-синие» выиграли 1-0, забив на последней минуте усилиями Никиты Дроздова. Время Ярославской истории. Слово автору Сергея Муравьеву. Знакомьтесь. Настоящий классический ресторан «Котрасль». Новый стильный интерьер, великолепная кухня, первоклассное обслуживание. Месяц скидка 20%. Живая музыка во время ланчи и в вечернее время. Ресторан «Котрасль». Ощути стиль на вкус. Телефон 330-300. На старом кладбище в приходе церкви Пороскевой Пятницы, что на Туговой горе, стоит пирамидальный памятник жертвам июльской трагедии на Волге 1933 года, о которой властям той советской эпохи так хотелось забыть. А произошло следующее. В воскресный день трудовой десант ФЗУ Ярославского паровоза ремонтного завода отправился на поля в помощь колхозникам. Эта практика тогда применялась повсеместно. За каждым городским учебным заведением было закреплено то ли иное сельхозхозяйство. Кроме молодежи, на пристани собрались сотни желающих отдохнуть на природе или на борту парохода. К великому сожалению, на тот момент имелся всего один пассажирский баркас под номером 4. Капитан судна Андреев, стремясь перевыполнить план перевозок и сэкономить топливо, загрузил на борт более 300 человек. По документам же, баркас не вмещал и 120. Сразу после отхода от пристани появился опасный крен. Вода залила иллюминатор и началась паника. Через несколько минут четвертый резко накренился и затонялся. Те, кто пытался спастись вплавь, борясь за жизнь, цеплялись друг за друга и в результате уходили под воду. Мимо проходил пароход Ванцетти. Но по какой-то странной причине команда судна осталась безучастна к крикам тонущих людей. В отчете о расследовании причинами катастрофы были названы совершенно неудовлетворительные состояния работы Ярославского порта, доходящие до развала. В 30-е годы со следствием не тянули. Выездная сессия Верховного суда РСФСР, проходившая в Волковском театре, приговорила капитана судна Андреева к расстрелу. Помощника к 10 годам лагерей. Разные сроки получили еще 8 человек, в их числе капитан парохода Ванцетти и начальник Ярославской пристани. 46 погибших пассажиров Баркаса 4 похоронили в братской могиле на Туковой горе, подальше от людских глаз. И после публикации северного рабочего от 18 июля 1933 года к этому трагическому событию старались больше не возвращаться. На этом у меня все. В студии работала Наталья Пионова. Всего доброго и до встречи.